Привет всем! Вы на канале ТопАрмия. Последние недели ознаменовавшиеся некоторым ослаблением пандемии COVID-19 в большинстве стран, тем не менее, несут в себе очень тревожные тенденции. Похоже, потихоньку выбираясь из коронавирусного кошмара, в который он был погружен с начала нынешнего года, мир также делает вполне отчетливые шаги к резкой эскалации военной напряженности. Крепит оборону Иран, КНДР заявляет об усилении ядерного сдерживания, а Китай, обвиняя Вашингтон в начале новой холодной войны, вовсю готовится к вооруженному противостоянию с США. Однако страной, для которой опасность быть втянутой в вооруженный конфликт на нынешнем этапе возрастает особенно сильно, является Россия. Что лежит в основе такого вывода и с кем конкретно военные столкновения у нас может произойти в ближайшее время? Попробуем разобраться. Я не намерен подобным образом разбирать все аспекты причин и следствия выхода Соединенных Штатов из договора об открытом небе. Этой теме сейчас и так посвящено достаточно большое количество видеоматериала. В обсуждаемом нами вопросе стоит остановиться на двух ключевых моментах. Во-первых, разрыв этого соглашения – это совершенно однозначное указание на начало государством форсированной подготовки к войне. Никакого иного объяснения тут нет и быть не может по определению, ибо открытое небо служит как раз для контроля за наращиванием вооружений и численности вооруженных сил вероятным противникам. И проводимые в его рамках наблюдения неминуемо покажут военные приготовления высокого уровня. Особенно же это становится очевидно, если учесть, что о стремлении выйти из-под бдительного ока России в Вашингтоне заявили практически одновременно с началом обсуждения там темы возврата к проведению ядерных испытаний, причем как раз на собственной территории, разглагольствованиями Дональда Трампа о создании невиданных супер-пупер-ракет и тому подобными вещами. Взаимосвязь более очевидна и в комментариях не нуждается. Второй момент – это те унизительные ультимативные требования, к которым США и НАТО привязывают возможность возобновления действия договора. Выдвинутые генеральным секретарем НАТО Йейнсом Столтенбергом условия в виде снятия ограничения на инспекционные полеты над Калининградом и на границе с Грузией только на первый взгляд кажутся техническими деталями. На самом деле США таким образом выдвигают претензии на то, чтобы в Москве признали Абхазию и Северную Осетию независимыми государствами, пусть и в статусе самопровозглашенных, а частью территории Грузии. Во всяком случае, из заявления, сделанного по поводу выхода США из соглашения, Майком Помпео следует именно это. Кстати, в том же контексте не забыл глава Госдепы про Крым, лишний раз обозвав его украинской территорией, аннексированной Россией. Ну а что до Калининграда, то это, по мнению высокопоставленных представителей Белого дома, никак не меньше, чем кинжал, который безжалостные русские варвары вогнали в сердце Европы, тем самым подвергая ужасной угрозе ее безопасность. К выдвижению требований по демилитаризации этого региона, а фактически уничтожению нашей стороной, самого важнейшего защитного бастиона на западном направлении, все шло давно. Вот и приплыли, как говорится. Сдать свои позиции на Кавказе, отказаться от Крыма. Почему бы и не отдать при этом Калининград, допустим, полякам. На фоне остальных безумных хотелок Вашингтона и это будет смотреться вполне органично. Подобная широта размаха оправдывается официальными американскими лицами тем, что с Россией, собственно говоря, и считаться-то нечего. Настроение в Вашингтоне, судя по некоторым заявлениям тамошних политиков и публикациям СМИ, царит самое, что ни на есть, шапка закидательская. Тот же самый Роберт О'Брейн, который дает советы Дональду Трампу в области национальной безопасности и любит поговорить о воткнутых кем-то куда-то кинжалах, не так давно заявил следующее. Мы, он и президент США, очевидно, знаем, как победить и отправить противника в небытие, имея при этом в виду Россию и Китай. Публикацию Вашингтон-Пост о том, коронавирус явил всему миру слабость не только Путина, но и всей России. Можно считать эталоном пропаганды самого дурного толка. Эффективного государства не построено, в борьбе с пандемией хаос, все правительство заражено и так далее. Геббельс от зависти лопается в мелкие брызги. Самым, пожалуй, ярким примером американской самоуверенности можно считать высказывание члена Конгресса США Адама Киндзингера, заявившего, что Россия гораздо слабее Америки и может только копировать ее в единичных действиях. Следовательно, бояться такой слабой страны не стоит ни в коем случае. После этого министр Киндзингер предложил немедленно принять в НАТО Грузию. Вот он ключ к пониманию того, что конкретно намерены предпринять в Вашингтоне. Насчет Грузии в НАТО это господин конгрессмен, конечно, хватил. Впрочем, в Альянсе и так хватает тех, кого вполне можно натравить на Россию. Если уж Польша нормально и чуть ли не с восторгом воспринимала призыв, представляющий там США Джорджетс Мосхабер разместить на ее территории американское ядерное оружие, то говорит это очень о многом. И, кстати, прекрасно совпадает с делающимися там время от времени, к примеру, неким профессором Тумашем Панфилевым заявлением относительно того, что Россия владеет Калининградом незаконно. На официальном уровне такие утверждения пока не звучат, но это пока. Соединенные Штаты в последнее время буквально накачивают стоящую на восточном фланге НАТО Польшу с самыми современными вооружениями. Ладно, 80 ПТРК ФГМ, 148 Джавелин, продажи которых в Варшаве была одобрена в марте нынешнего года, или те же ЗРК Патриот, еще можно худо-бедно отнести к оборонительным вооружениям. Однако многоцелевые истребители F-35, вертолеты Blackhawk, РСЗО «Химораз», которые Польша закупает у заокеанских союзников в совершенно ненормальных для ее размеров количества, вот это все на оборону уже никак не смахивает. Страна стремительно превращается в таран, который Североатлантический альянс нацеливает на Россию, прежде всего на Калининград. Скажите, подобные предположения безумны, но освежите в памяти историю польско-российских войн, возможно, ваше мнение изменится. Другая страна, с которой Россию уже сейчас, находится на грани войны, это Турция, опять-таки, кстати, являющаяся полноправным членом НАТО. Собственно говоря, военное противостояние между нашими государствами уже идет, причем на двух разных театрах, в Сирии и Ливии, где Москва и Анкара оказались совершенно по разные стороны баррикад. Идлибское столкновение едва-едва не переросло в полноценные боевые действия с участием их армий, однако там еще ничего не закончено. В Ливии ситуация несколько иная, при этом всем понятно, чьи конкретно интересы завязаны там мертвым узлом, разрубить который гораздо легче, чем развязать. И ведь это далеко не весь перечень, мягко говоря, крайне недружественных России действий, предпринимаемых турецкой стороной. Позиция Анкары по Крыму, ее всевозрастающее военно-техническое сотрудничество с Украиной – весьма красноречивые примеры, не правда ли? Более того, не следует сбрасывать со счетов потенциальную вероятность турецкого вмешательства на Кавказе в тот же конфликт между Арменией и Азербайджаном. Не так давно глава МИД Турции Мивлюд Чавашогл в очередной раз заявил о намерении всемирно поддерживать Баку всеми доступными способами. По мнению многих экспертов, рано или поздно эта поддержка может дойти и до прямого военного вмешательства, направленного против Армении и в конечном итоге России. Кстати говоря, на этом фоне весьма тревожно выглядит как отказ Анкары от российского газа, закупки которого за последнее время снизились на 70%. Так и заявления о нежелании видеть у себя туристов из нашей страны – это тоже можно расценить как прелюдию к конфликту. В то же время наиболее тревожащим на сегодня направлением снова становится Украина. Вернее, ситуация на Донбассе. Тамошний конфликт начал стремительное движение, отвяло текущего противостояния к полномасштабной войне. Напомню, буквально на прошлой неделе как руководитель ДНР Денис Пушилин, так и возглавляющий ЛНР Леонид Пасечник заявил о приведении вооруженных сил и республиканцев в состоянии повышенной боевой готовности. При этом Киеву были озвучены вполне конкретные претензии относительно резко усилившихся, начиная с 1 мая, обстрелов, в том числе и с применением РСЗО. Более того, впоследствии защитники Донбасса впервые за долгое время стали адекватно реагировать на провоцирующие действия ВСУ, то есть наносить ответные удары. По сути дела, о режиме прекращения огня после этого можно говорить чисто номинально. Фактически боевые действия как минимум в форме артиллерийских дуэлей снова входят в активную фазу. Возникает ощущение, что Киев сознательно идет на обострение ситуации, вдохновляемой своими американскими кураторами, упорно подталкивающим его к большой войне. Подталкивает к именно такому образу действий США и их союзников четкое осознание бесспорного факта. Из-за пандемии коронавируса Россия выходит с гораздо лучшими результатами, чем многие западные страны. Исходя из этого, совершенно ясно становится, что продолжать навязанную в нашей стране в 2014 году экономическую войну на выживание бессмысленно и бесполезно. Последние надежды на развал и крах России возлагались на COVID-19 и резкое снижение цен на энергоносители. Однако они не оправдались. Да, налицо падение ВВП, прочие проблемы, общие, впрочем, для всего мира. Но никакого краха не наблюдается. Хотя бы 40 миллионов безработных, как в США. Запас прочности России в который раз превысил все ожидания и прогнозы ее друзей. Продолжать дальше возню с санкциями попросту глупо. В то же самое время крайне неприятной перспективой для Соединенных Штатов в условиях начатого ими предельно жесткого противостояния с Китаем является союз Пекина и Москвы. Пусть даже и ситуативный. Опрометчиво видя в нашей стране более слабое и уязвимое звено такого содружества, коллективный Запад, скорее всего, попытается нанести удар именно по нам, чтобы для начала гарантированно нейтрализовать, а дальше как получится. Ну и последнее. Как показывает история, наибольшую склонность к развязыванию войн ведущие западные державы демонстрировали как раз периоды охватывающих мир экономических кризисов, ища в них решения собственных проблем. Сегодня ситуация как никогда близка к развитию именно по такому сценарию. А на этом все. Вы были на канале Тупарми. Обязательно напишите свое мнение в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok